«Лучше испугаться перед боем, чем в бою», — так говорил тренер по волейболу моему супругу, когда он ещё в детстве занимался волейболом в 1982 году. И как-то это хорошо влияло на всю команду. Они побеждали. Сейчас в современном спортивном мире кардинально поменялась ситуация, и на помощь профессиональным спортсменам приходят спортивные психологи, которые, в свою очередь, помогают тренерам добиться хороших результатов. Это касается одиночников, парников, а также команд. И сегодня у нас в гостях профессиональный спортивный психолог Мария Кирдеева, которая расскажет нам о разных методиках, которые помогают справиться спортсменам в трудных ситуациях. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе. Я Мария Кирдеева, спортивный психолог. У меня достаточно большой опыт работы, и, я бы сказала, уникальное образование, потому что я училась в Европе. Мне довелось попасть на замечательную программу по спортивной психологии. Это была международная программа. Мы учились и в Швеции, и в Германии. У нас были преподаватели из Америки. Поэтому я очень горжусь именно тем образованием, тем навыком, которые я научилась там. И с легкостью могу сказать, что я знаю, как помогать спортсменам, как помогать тренерам. И делаю это с удовольствием. В процессе подготовки к нашему видео мы получили несколько запросов от спортсменов, наших знакомых и их тренеров. И мы решили разделить это видео на четыре отдельных блока. Первый запрос был от чемпиона мира по пауэрлифтингу Оксаны Павловны Исаевой, мастера спорта по становой тяги, чемпионки мира 2021 года. Второй вопрос был от тренера сборной Краснодарского края по шоуттреку Хакимьяновой Елены Даниловны. Также был запрос от тренера по бальным танцам Романа Кулешина. И также у нас поступили вопросы от двух юных спортсменов Анастасии Брикман и Пересадина Данила. У обоих третий взрослый разряд по шоуттреку занимается два с половиной года. Я думаю, что все эти вопросы будут очень интересны нашим зрителям. Мы разберем каждый из них. И первый запрос, который поступил от чемпионки мира по пауэрлифтингу Оксаны Исаевой, мы сегодня с вами его разберем. Давайте посмотрим этот запрос. Эльвира Юрьевна, Мария Александровна, добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Я являюсь действующим спортсменом по пауэрлифтингу. Я также являюсь чемпионкой мира 2020 года и мастером спорта по становой тяге. Когда-то я для себя еще открыла спорт по бодибилдингу. Я выступала в проекте для новичков в городе Геленджике и в номинации фитнес-бикини и заняла там первое место и стала даже абсолютной чемпионкой. Но этот страх я помню до сих пор. Ватные ноги, прилив крови к лицу, тряска рук. Ты себе не принадлежишь. Это страх, который тебя сковывает, сковывает все внутренности. Но нужно выйти на сцену и за 45 секунд очаровать судей и получить высокие оценки. Спустя полтора года я снова готовлюсь уже на краевой чемпионат, который проходит в Новороссийске. Подготовка к этим соревнованиям мне далась вдвойне тяжелее, поскольку я работаю тренером, тренирую людей, консультирую и контролирую их питание. Подводка к моим соревнованиям была следующим образом. Тренировочный процесс, который занимает 2,5-3 часа. Ненормированный сон, поскольку ты не можешь это контролировать. Уровень кортизола повышается. Пониженный БЖУ, белки, жиры, углеводы, колораж. В общем, спортсмен становится импульсивным, раздражительным максимально. И вот наступает день Х. Я должна выйти красивая, показать все свои физические данные, очаровать судей и заработать высокие баллы. И снова настигает меня этот страх. Те же ватные ноги, ты себе не принадлежишь. Это сковывает, это безумный страх. И ты теряешь себя. Ты становишься в мгновение неуверенным в себе. Еще и плюс ко всему, конкуренты, которые стояли за моей спиной, просто огонь. И ты думаешь, ого, конкуренты. А кто? А я кто? Что я? На что я способна? В общем, ты теряешь себя. Становишься неуверенным. Подскажите, пожалуйста, как проработать этот страх, чтобы выйти перед многочисленной аудиторией, перед судьями, во всей красе, уверенным в себе, заработать баллы высокие, выиграть чемпионат. Это поможет и мне в дальнейшем, и таким же спортсменам, которые захотят выступить и выиграть. Спасибо. Спасибо. Это так же, как и тренировка наших технических или мышечных навыков в спорте. От того, что мы сделаем какое-то упражнение непосредственно перед соревнованиями, нам это не поможет. Мы должны тренировать наши психологические навыки заранее, каждый день, чтобы у нас выработались определенные автоматизмы. И чтобы уже, когда наступила ситуация стресса, наш мозг знал, как реагировать. То есть, правильно я понимаю, сначала нужно готовиться, и готовиться нужно планомерно, в длительное количество времени, для того, чтобы проецировать то, что вы уже умеете на соревнованиях. То есть, это не такой разовый скачок. Всё верно. Психологическая подготовка, она ничем не отличается от физической подготовки к соревнованиям. Мы, как психологи, выделяем такие, в общем, три блока психологической подготовки, если мы говорим сейчас именно о стрессоустойчивости. Есть компонент стрессоустойчивости анатомический, то есть мышечный. Дело в том, что все мы знаем, что все наши эмоции выражаются в наших мышечных проявлениях, сокращениях. В виде зажимов каких-то, да? Да, да. Даже когда мы стараемся сдерживать эмоции, у нас всё равно есть мини-микросокращения мышц мимики лица и так далее. Поэтому также в обратную сторону, через мышечное расслабление, мы можем достичь нужного нам состояния. Второй компонент – это вегетативный. Это все наши, безусловно, рефлексы. Когда мы волнуемся в стрессе, мы начинаем потеть, мы начинаем часто дышать, мы краснеем. Вот эти все проявления, о которых часто говорят спортсмены, и они их потом пугают – это и есть вот этот вегетативный компонент. Чаще всего именно с ним мы справляемся различными дыхательными техниками. И третий компонент, наверное, самый большой и сложный – это наш ментальный компонент. Это наши мысли, наши часто негативные мысли. Тут я бы выделила три таких вредных типа мыслей. Это мысли-прогнозы, то есть когда мы не планируем как-то наши действия, а мы сразу уже предугадываем некий исход, чаще всего негативный. А что если я там споткнусь или упаду, у меня не получится ещё что-то? И вот это начинается само… Попание. Да, да. Мы сами себя заводим и входим в состояние волнения. Второй тип таких частых негативных мыслей – это завышенные требования к самому себе, не реалистичные ожидания или завышенные требования вообще к исходу соревнований. Тут тоже нужно прорабатывать вот эти моменты. И третий тип мыслей тоже – это когда мы видим источник каких-то наших неудач и проблем во внешнем и не пытаемся контролировать наше внутреннее. Но, в принципе, я думаю, эти типы вредных мыслей, они не только в спорте проявляются, но наверняка и в обычной жизни всех друзей. Согласна. Здорово. Мы с вами тогда пройдёмся по каким-то пунктам более подробно. Может быть, расскажете про дыхательные практики, как справляться с напряжением. Потому что я уже рассказывала про практику дыхания по квадрату, которая снимает тревожность, снимает напряжение. И в любом случае это витальная потребность дыхания. И когда мы концентрируемся на дыхании, а весь наш организм говорит, вот, нужно дышать, то есть тут уже не до тревожности, не до беспокойства, давайте концентрируемся на этом процессе. И, как правило, мы меняем одно состояние на другое. Когда бывает тревожность, мы можем убрать её при помощи этой дыхательной практики и уже дышать спокойно и свободно, без беспокойства. Мария, что вы можете конкретно сказать по запросу чемпионки мира по пауэрлифтингу Оксаны Исаевой? Очень интересный запрос на самом деле, потому что ситуация нестандартная. Оксана, она уже добилась больших регалий в своём основном виде спорта, и сейчас она перешла в новый для себя вид спорта. И какая бы она ни была уже титулованная, опытная спортсменка в пауэрлифтинге, для неё новый вид спорта – это новые навыки, которыми она ранее не владела. Безусловно, это подрывает уверенность в себе, потому что всегда думаю, получится, не получится, а насколько мы компетентны. Что ещё интересно в её запросе? Что новый вид спорта – бодибилдинг, в нём есть такой большой компонент эстетики и артистизма, чего не было ранее, опять же, некий новый навык, и вообще не совсем прям связанный со спортом. И другой момент тоже очень важный. В бодибилдинге достаточно субъективная система оценки. Мы оцениваем некую эстетику, это не так, как в пауэрлифтинге, где есть конкретные критерии. Эта новая ситуация, безусловно, создаёт для неё ситуацию тревожности, стресса. Если мы тут ещё добавим её повышенный уровень кортизола из-за необходимой диеты, а кортизол – это такой гормон постоянного стресса, то тут неудивительно, что у Оксаны есть некое волнение. Как бы я ей тут предложила, в качестве неких таких экспресс-советов, на что нужно обратить внимание, чтобы стабилизировать своё эмоциональное состояние. Давайте начнём с самого простого, о чём вы уже упомянули, этой дыхательной техники. Вы упомянули замечательную технику дыхания квадратом. Я её рекомендую своим спортсменам даже не сколько, сколько успокоиться, сколько перевести свой фокус внимания от тревожных событий, которые его окружают, на себя. То есть в некотором смысле отвлечься. Если прямо сильно трясёт, и спортсмен чувствует, что у него очень повышенный пульс, он очень напряжённый, кровь вся привела к голове, то у нас включается наша симпатическая нервная система. А для чего она у нас включается в эволюции? Потому что вот у нас есть хищник, опасность, стресс, мы должны убежать. Чтобы расслабиться, нам нужно включить нашу парасимпатическую нервную систему. Если мы говорим о дыхании, нужно давать приоритет выдоху. Одно из таких упражнений, которое я часто советую, когда мы делаем вдох, но выдох должен быть дольше. Длиннее. Длиннее. Идеально, когда это в прогрессивной шкале. То есть, например, мы делаем вдох на 5 секунд, мы задерживаем дыхание на 5 секунд, потом мы выдыхаем тоже на 5 секунд. Следующий цикл мы делаем вдох на 5 секунд, задерживаем на 4 секунды, и одну секундочку прибавляем к выдоху 6 секунд. Итак, у нас 5, 3, 7, 5, 2, 8, и заканчивается тем, что у нас просто 5, 10. Выдохи увеличиваются, и, соответственно, ситуация меняет. И, соответственно, мы свой организм заставляем успокоиться. Получается так, что мы можем это сыграть, да, если у нас не получается успокоиться самостоятельно, как будто принудительно, да, используя эту технику, мы успокаиваемся под действием этого дыхания. Замечательная техника. Да, мы принуждаем наш организм успокоиться. Так что вы можете попробовать в случае чего. Я думаю, у вас получится так продышаться. Да, это работает в любых жизненных ситуациях. Второй важный момент, на который бы я обратила в работе с Оксаной, ей нужно определиться с правильным, с таким грамотным целеполаганием. Сейчас мы много что об этом знаем, особенно те люди, которые работают в крупных организациях, в менеджменте, но вообще целеполагание, оно нужно даже не сколько для достижения целей, сколько для правильной мотивации и правильной самоориентации. Куда я иду, зачем иду, самое главное, как я иду. То есть выбрать свой путь, да, наметить цели. Для чего она здесь? Да, спланировать. Не спрогнозировать, а спланировать. Да. Что бы я посоветовала именно в ситуации с Оксаной? Во-первых, ставить цели не на исход, победа-непобеда, а ставить цели на собственную результативность. Для неё это новый вид спорта. Она каким-то образом, я не знаю, как это происходит в бодибилоке, наверняка может следить собственный прогресс. И, как мы часто говорим, сравнивай себя с самим собой вчерашним. Отслеживать собственный прогресс и радоваться ему, а не... Не сравнивать себя с какими-то уже чемпионами, а отследить, как у меня поменялось. Какая я была до и какая я стала после, да? То есть свой собственный прогресс отслеживать. Да. И ставить себе цель даже, например, на какие-то соревнования. Не целью я должна очаровать всех судей, или я должна быть ярче, чем свой соперник. А я хочу сегодня выступить лучше, чем выступала в прошлый раз. Исходя из этого, ещё один совет, который бы я посоветовала Оксане, это натренировать контроль своего фокуса внимания. В чём это выражается? Вообще, внимание у нас очень узкое. Мы все знаем, что мы не можем одновременно наше внимание держать больше прям одновременно, чем три каких-то активных признака или предмета, или действия. Вот она в стрессовой ситуации соревнований. Тут она нам рассказала, что она обращала внимание судей, я должна им понравиться. Сзади меня стоят яркие соперники, да кто я такая рядом с ними. Сандром самозванца скручается, да? Наверное, да. Проигрывает тело. Здесь я бы посоветовала обратиться в сокус внимания, тогда уйти с внешнего на внутреннее, на своё внутреннее состояние. Здесь есть много разных упражнений, мы сейчас углубляться не будем. Но уметь переключать своё внимание с внешнего, внутреннего, и с узкого, и с широкого, скажем так. То есть, если мы обращаем внимание на что-то узкое, конкретно в себе внутри, это, например, какие-то ощущения в теле. Если конкретно в себе внутри широко, это моё, например, общее эмоциональное состояние. Если мы говорим про внешний фокус внимания, мы обращаем либо вообще на всю картину, что происходит, чтобы нам выработать и сформировать нашу тактику и стратегию, либо только на какой-то один узкий признак, предмет или ситуацию, чтобы, например, к нему как-то подстроиться. Техники много разных, но из такого простого, что мы можем сделать дома, что я посоветую. Возьмите какую-нибудь картинку, например. Ну, какую-нибудь фотографию со своего вида спорта, предположим. И вы пытаетесь заняться такой, скажем так, медитацией. Сначала попробуйте охватить эту картинку целиком и сразу. Потом долго сосредотачиваясь только на одном предмете, изучая все его признаки, вообще все детали. Потом, продолжая смотреть на эту картинку, как бы оставаясь в фокусе на картинке, но настоящее своё внимание, вы переносите, например, на себя, на ощущения в теле, как вы чувствуете спинку стула, к примеру, или какие-то другие ощущения в теле. В этот момент, когда вы разглядываете эту картину, да? Да, да. Интересно. Потом, через какое-то время, вы пытаетесь, ваш фокус внимания также, всегда продолжая смотреть на картинку, пытаться боковым зрением охватить всё, что происходит вокруг вас, всю комнату, какие-то предметы, всё, что вы можете. И в последствии вы снова возвращаетесь к картинке, к какому-то предмету. То есть мы себя тренируем прыгать с разных признаков, разных ситуаций. Рассматривать в целом, как будто бы, да, картинку, ситуацию. И в целом, и детально, и при этом оставаясь в некой... В позиции наблюдателя, да? Ага, да. Интересная методика, да? Как вот она работает? Надо попробовать. Тут важна, как всегда, тренировка. И если вы научитесь сознательно управлять своим фокусом внимания, тогда, когда у вас возникнет стрессовая ситуация, или волнение, или что-то начнёт вас отвлекать, вы уже будете знать и уметь, как себя... Перенастроить. Заново перенастроить на нужную вам задачу. Ну и вдобавок, я бы хотела порекомендовать Оксане, использующую технику иммажинации, от английского imagery, воображения. Я специально здесь не называю это визуализацией, потому что иммажинация — это не только про визуальное представление чего-либо, но там все пять органов чувств у нас работают. Сейчас не будем, наверное, сильно углубляться в эту технику вообще. Надеюсь, дальше я вам расскажу про неё подробнее. В случае с Оксаной я бы рекомендовала представлять себе, в тихом спокойном месте, вот эту ситуацию именно соревнования, публики, судей, ярких соперников, и тренировать именно во время этой иммажинации своё физиологическое состояние, пытаться в себе взрастить, скажем так, чувство, наоборот, удовольствия от такого шоу, от какой-то заряженности, какой-то кайф, какой-то драйв, и получать от этого удовольствие. Либо, может быть, потренироваться перед зеркалом, или, может быть, даже со своими коллегами в спортзале, посадить их как зрителей, и сначала будет чувство неловкости, скованности. Некоторым свойствам такой, знаете, урок актёрского мастерства. Потренироваться так, и натренировать себя именно на артистизм, умение работать с публикой, и комфортное, самое главное, в удовольствии ощущение сцены. Вот, знаете, сейчас я помню вот эту технику иммажинации, и она плавно утекает в технику гипноза. Вообще в Америке очень многие спортивные психологи используют технику гипноза. Я, к сожалению, ей не владею, но знаю, Эльвира, что вы у нас гипнолог. Вот расскажите, как часто вам приходится это применять, и как это работает? Да, хороший вопрос. Действительно, я владею гипнопрактиками. Я обучалась у профессора Владимира Антоновича Дамарадского. Он сексуал, гипнотерапевт, и многие мои пациенты, клиенты отмечают очень хорошие результаты после гипноза. Дело в том, что в гипнозе мы с вами бываем периодически, просто мы там не можем концентрировать своё внимание. Когда мы засыпаем, когда мы просыпаемся, при пробуждении, засыпании, есть такое, знаете, некое такое состояние, такое приятное, такое как бы тёплое. Вот просыпаясь, мы как будто бы ещё во сне, но уже и наяву. Единственное, что мы не можем очень долго концентрировать там своё внимание. Мы сразу либо просыпаемся, либо засыпаем. И задача гипнолога именно ввести вас в этом состоянии, чтобы вы никуда не улетали, а продолжали там чувствовать нечто. И, как говорится, тут выходит на поверхность наша иррациональная часть. Если в повседневной жизни мы больше пользуемся рациональной частью, мы мыслим, мы строим планы, но когда мы погружаемся в гипноз, выходит на поверхность наша как бы чувственная часть, и ответы на наши вопросы приходят в виде образов, понятных нам. Например, если кто-то видит океан, и он для него является ресурсным, он может для себя отметить, что океан – это прилив энергии, это счастье, такое ресурсное состояние. Но если человек видит пугающие волны океана, и он для себя может наследить, что это угроза, он может интерпретировать по-другому. То есть всегда мы видим образы, которые понятны нам. И ещё часто задают вопрос, все ли поддаются гипнозу. Но так как риксоновский гипноз, он является не директивным, он такой мягкий, и вы туда входите очень так деликатно, насколько позволяет ваша психика. И в любом случае по вашему запросу. Под запрос приходит какой-то некий образ, ответ. Некоторые люди даже в состоянии прочувствуют какие-то запахи. Даже кто-то чувствует дуновение ветра. То есть насколько вы открыты к восприятию, и можете свой ответ услышать. Что можно посоветовать Оксане Исаевой для того, чтобы лучше выступить на соревнованиях, чтобы убрать эту тревожность? Ну, как рекомендовал наш профессор медицина, гипнолог Владимир Антонович Домарадский, это прежде всего ресурсное погружение. И в ресурсном погружении в гипнозе можно использовать визуализацию, как она уже победила. То есть снова ввести её в это состояние, вспомнить, прожить все эмоции, увидеть эту картинку, как это было, спросить у неё, как она этого достигла, что ей помогло. То пускайте все ресурсы снова к ней придут в полном объёме. И дать установку на то, что когда она выйдет из гипноза, этот ресурсный момент будет иметь пролонгированные действия. И тогда человек, выходя из гипноза, точно знает, что делать, потому что это уже было, мы это вспомнили, как говорится, всколыхнули. Очень эмоциональный человек там переживает своё это состояние, повторяет и понимает, что да, я могу это повторить, мне это под силу. Вот такая интересная история, так можно посоветовать. И ещё я хочу рассказать пример одной известной рок-группы, Металлика. Это было в разгар их карьеры, был такой трагический эпизод, когда погиб их бас-гитарист, Клифф Бертон, они ехали, и их автобус перевернулся. Их концерты были под угрозой, музыканты впали в глупочайшую депрессию, и тогда их менеджер решил обратиться к гипно-коучу и провёл с ними гипнотические сеансы, для того, чтобы вернуть их в жизнь, для того, чтобы возобновить их группу, и это очень хорошо подействовало на состав. То есть они решили продолжать. Как будто бы ничего такого сложного, но, возможно, даже кто-то из них и не верил, но это получилось. Был очень хороший результат. Этот гипнотерапевт-гипно-коуч достаточно известный. У меня была возможность с ним пообщаться. Здорово. Ну, я могу сказать, что мы можем получать знания, мы можем получать различные методики, практики у других специалистов. Главное наше желание. И тут идёт такой момент, как помощь людям. Если вот я чувствую, что для меня это техника ресурсная, я сама ее владею, мне она помогла в свою очередь, и я также понимаю, что другим людям она тоже поможет. Мария Александровна, что можно ещё рассказать про этот случай? Резюмирую то, что я уже сказала. Для стабильного эмоционального состояния Оксане нужно использовать дыхательные техники, возможно, техники релаксации, эмунажинации, фокусы внимания, когнитивные уже техники. И, конечно же, грамотное целеполагание. Вообще, конечно, я могу очень долго рассказывать, рекомендовать. Сейчас в нашем формате мы не можем провести настоящую такую спортивную психотерапию. Но далее про этих техники я буду рассказывать ещё более подробно и детально отвечая на наши следующие вопросы. Вопросы других видео. Да. Ну и, конечно же, лейсоновский гипноз нам тоже поможет. Спасибо большое, Мария Александровна. Спасибо всем, кто смотрел нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, колокольчик. И опять же, задавайте нам вопросы, которые вас интересуют. Мы обязательно на них ответим. А координаты, контакты Марии Александровны Кирдеевой мы оставим внизу в видео. Подписывайтесь. До новых встреч. И в следующем видео мы рассмотрим запрос от тренера Краснодарского края по шорт-треку Хагимьяновой Елены Даниловны и от двух её юных спортсменов. Продолжение следует...